Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая вот картина Разрыв 260 баксов За эти деньги можно либо взять опять-таки семерку вместо 6S Либо 6S и целую гору аксессуаров в лице там Mi Band'а например Ну чисто ради так прикола Различных там пленочек Чехлов, наушников Либо опять-таки берем на эту сумму 6S и как пошутил Максим На сдачу iPhone 5S Вот так вот Ну возможно на правах юмора Но как бы в каждой шутке есть доля шутки Дальше будем переходить к корпусам Как видим у нас разные цветовые решения в руках Это у нас называется Silver Если я не ошибаюсь Это у нас называется Black Невзирая на то, что у нас разные цветовые решения Можно заметить, как сильно изменился дизайн смартфона за год Смотрим на нашу вторую камеру Вот сейчас я правильные блики поймал Мы видим, как изменился дизайн разделителей антенн На антенны корпуса Вот так вот правильно сказать Через жопу будет Вот Так вот, как мы видим Здесь это прям на такие островки делится корпус А вот в семерочке Это такие прям ультра аккуратненькие линии Идут по контуру, как сказать Перехода в задниках ребра Вот Вот тут вот есть такая полосочка аккуратненькая Но это я так подробно рассказываю На всякий случай вдруг вы не знали и не видели Вот Тогда как здесь это возможно чуть более брутально Но я к такому решению привык И такое решение мне нравится больше И к чему я навряд ли привыкну Это к такому дизайну модуля Модуля камеры Привет всем логопедам Вот Ну опять таки я предполагаю Что это вопрос времени Возможно я привыкну И такое решение мне будет нравиться даже больше Что еще стоит отметить Еще стоит отметить Что по толщине Вот так вот Давайте на них посмотрим По высоте По ширине Эти девайсы едва ли не идентичны Я надеюсь что я нормально показываю Вы все видите Вот То есть это я к чему Это я к тому что В плане эргономики Девайсы едва ли не одинаковые То есть пользоваться ими одной рукой Реально Удобно Но Можно было бы и получше Это я говорю К тому что Опять таки на эту камеру смотрим Как видим Отступы и над и под экраном у нас Одинаковые И они одинаково большие Я считаю что такого быть не должно В устройстве за штуку зелени И наверное последнее что стоит отметить Это влагозащита Которая есть вот здесь И которой нет Вот здесь Но стоит отметить Что Apple заявляет В случае того Если ваше устройство Будет угроблено Потому что Вовнутрь корпуса попадет влага Она же вода То вам скорее всего Никто ремонтировать Или уж тем более Менять бесплатно ваш девайс Не будет Потому что это Не гарантийный случай Парам парам пам Но тем не менее Я думаю От капель дождя От обычной опять таки Влаги Этот гаджет Умереть не должен Ну и теперь наверное Уже почти вот Как бы последнее Это то что у нас здесь Не 3.5 миниджек А вот здесь вот он Есть Но в защиту семерки Я могу сказать что Рынок Блютуз гарнитур Блютуз наушников Он растет с каждым днем И это очередной Пинок рынку Чтобы он двигался быстрее Я думаю Со временем на рынке Даже относительно Доступные наушники Так или иначе Появятся Блютуз И от этого будет Хорошо всем Даже Производителям Таких гаджетов В которых 3.5 миниджек Есть И опять таки На личном опыте Могу сказать Что семерка Не звучит Через лайтнинг Хуже чем Например 5S Или SE Дмитрия Леонидович Но это лично Мое мнение И теперь Сканер отпечатка пальца Конечно же Живое тестирование На эту камеру Раз Два Три По моему Семерочка Была быстрее Раз Два Три Да Семерочка Малость Была быстрее Последний раз Раз Два Три Семерка Безусловно Была быстрее Как видим Вот так Мы посмотрим На эти два Девайса 6S У меня в руках У меня в руках Два Два Цветового решения И теперь Последний штрих Опять таки смотрим На уже фронтальные панели аппаратов И мы видим что В черном айфон Нифига не видно Рамок вокруг экрана Тогда как в 6S Они видны Замечательно Ну теперь уж По корпусам Точно все Раз уж даже Про цвета поговорили И мы будем Переходить к экранам Начнем мы С цветовой температуры Наших дисплеев Открыта Одинаковая картинка Это у нас Safari Стоковый браузер И как видим В айфон 6S Картинка Более холодная То есть Отдает синевой В семерке Картинка теплая Отдает желтизной Это был Пруф номер один Я надеюсь что Наша камера Сможет адекватно Передать цвета Так И мы идем В настройки И я надеюсь Что тут Это еще лучше видно Потому что Моему глазу Видно великолепно Что тут Экран холодный А тут он Теплый И опять таки Я поставил Одинаковые Обои И Ну на них Скажем честно Это не так хорошо видно Но я надеюсь Что по двум Предыдущим Примерам Вы увидели Разницу В цветопередаче Этих экранов И теперь Мы давайте Будем смотреть На Диапазон Регулировки Яркости Этих экранов Так Минимум Везде И я В принципе В обоих случаях Вижу все На обоих экранах Разве что Самую малость Картинка более тусклая На семерке Так Теперь Яркость На максимум Раз Это что ж такое Два Так И как по мне То экран В шестерочке Чуть-чуть Поярче будет Но опять таки Это мое мнение Спросите у нашей Камеры номер два Возможно Она думает иначе Ну и как бы Теперь углы обзора Так Ну и теперь То что я должен был бы Показать сразу И почему-то не показал Как видим Автояркость выключена И автояркость выключена Коротко по Экранам По цветовой температуре О вкусах не спорят Лично я больше Приверженец Холодной цветопередачи Поэтому в этом плане Лично мне Чуть больше Нравится 6s По углам обзора По-моему Все идентично Абсолютно Углы обзора Более чем адекватные При критических Отклонениях Чуть-чуть Мы шлим с контрастом Но это Нифига не критично Потому что В реальном использовании Под таким углом На экран смартфона Вы вряд ли будете смотреть По диапазону яркости Все более-менее адекватно На солнышке Оба экрана Читаются великолепно Я банально Только что Бегал Делал примеры фотографий И видео На камеры Этих девайсов На уличке У нас сегодня Достаточно светло И к читаемости Картинки Вопросов нет По диапазону яркости По нижнему порогу Даже как пользователь iPhone 5s Рефнутого С хреновым экраном Я могу сказать Что ни один из айфонов Не страдает Избыточно Избыточно Высоким Нижним порогом Яркости Как 6 Как 7 Как и 5s Собственно И теперь Последняя фишка Экрана Точнее Момент по экрану О котором можно поговорить Это конечно же 3D touch Он и там и там есть Например Сильно нажимаем На камеру Вылезает контекст И тут как бы Мы имеем Абсолютно то же самое Будете вы этим пользоваться Или нет Ваше решение На что еще можно Нажать Интереса ради Вот на телефон Нажимаем Вылезает опять таки Контекст На что еще На часы При этом Как видим Контекст Не Меняется То есть В этом плане Все абсолютно Идентично И чувствительность Сенсорной сетки В обоих смартфонах Совпадает И является Более менее Адекватной Причем более менее Отличной Ну и как бы Все И теперь быстренько Про звучание Аппаратов Через наушники Оба девайса Звучат Прекрасно Айфон Всегда Был тем устройством Который может Покорить Сердце Меломана Здесь есть эквалайзер Если у вас Хорошие наушники Даже не охрененные А просто хорошие Вы скорее всего С этой трубки Выжмите Отличный звук И будете радоваться Жизни По запасу Громкости Айфон Тоже всегда Был Ну если не Впереди планеты Всей То просто Показывал Хороший результат Даже опять таки Мой хреновый Рефнутый 5s На максимальной Громкости Звучит Очень и очень Громко Тут с громкостью Тоже вопросов нет По деталям Все тоже абсолютно Идентично Мне кажется Что в этом плане Разницы вообще нет Между этими Двумя девайсами И теперь Звук через динамик Сразу скажу важную вещь Что в айфон 6s Он один А в семерке Их два Один на нижней грани Второй Спрятан за решеткой Разговорного Динамика То бишь Вот здесь Один тут Второй тут И давайте их послушаем Открываем ютубчик Любимый клип Дмитрия Леонидовича И на Кола сонг Дима уже даже слова Потихоньку начинает учить Для начала Айфон 7 Звук у нас максимальный Слушаем 6s Звук опять-таки На максимум Слушаем И опять 7 И опять 6s Мое мнение такое Звук капецки богаче И громче В семерке Но это и не удивительно Даже невзирая на то Что у нас Влагозащищенный смартфон И скорее всего На мультимедийных И разговорном Динамике Аппарата Находится Влагозащитная мембрана Или что-то в этом роде У него два динамика И они суммарно И приятнее звучат И звучат Громче И по личному опыту Я это кажется Говорил в одном Из предыдущих видео Этот смартфон Охренительно Мурлычет В танках Вот когда играешь И слышишь Как движок твоего танка Потихонечку Так урчит Это охрененное Ощущение Даже нет никакого Желания Играть в наушниках Если вы играете В игрушки В наушниках И как бы по звуку Все И переходим К камерам В данную секунду Вы на своих экранах Наблюдаете Примеры фотографий И видео Которые я наснимал На фронтальную И на основную Камеры Каждого из этих двух девайсов Пожалуйста В комментариях Под этим видео Отпишите свое мнение Какой из смартфонов Фотографирует Лучше И почему вы так считаете Отмечу Что в описании Данного ролика Находится архив С полноразмерными И не пережатыми Примерами фотографий И видео С обоих девайсов Маленький комментарий От меня Немножко по цифрам Пройдемся Айфон 6s Оснащен 12 мегапиксельной Основной камерой С апертурой F2.2 Фронталка Здесь 5 мегапикселей Касательно Семерки Скажу Что основная Камера Опять таки Осталась 12 мегапиксельной Но ее апертура Теперь составляет F1.8 Фронталочка На 7 мегапикселей Основные камеры Этих смартфонов Умеют писать Видео В 4К Разговору Хардверной Составляющей Девайсов Традиционно Начнем с теста Антуту Вы уже видите Сколько эти девайсы В нем набирают Но для чистоты Эксперимента И чтобы к нам Не было лишних вопросов Мы посмотрим На меню Многозадачности Видим что Ничего в фоне У нас не висит И запустим Тест на обоих Девайсах Раз Два А пока у нас Прогоняются Драгоценнейшие попугаи Я в двух словах Напоминаю Об аппаратной Составляющей Каждого из наших Сегодняшних гостей Начнем с Айфон 7 Впервые для Apple У нас используется Четырехъядерный процессор Apple 10 Fusion Оперативки Два гигабайта Встроенной памяти Может быть Тридцать два Сто двадцать восемь Или целые Двести пятьдесят шесть гигабайт Экран Четыре семь дюймовый С разрешением Земля за каждого из наших Оданским Сердцем Айфон 6s Является Двухъядерный процессор Apple A9 Оперативки Так же Два гигабайта Встроенной памяти Может быть Шестнадцать Шестдесят четыре Или сто двадцать восемь Гигабайт Экран так же Четыре семь дюймовый С разрешением С LISA На Sunshine Кормит все это Железо Аккомулятор На тысяча семьсот Пятнадцать Миллиампер Часов И вот наша синтетика прогналась, и мы видим, что iPhone 6s набрал 136 почти тысяч попугаев, а iPhone 7 почти 179 тысяч попугаев. Перепад есть, но о чем нам говорят такие цифры? iPhone 6s легко потянет совершенно любые задачи, будь то игры, 100-500 тысяч приложений одновременно, запись 4K и там еще параллельная работа в фоне с какими-то приложениями и так далее и тому подобное. В общем, нагружайте как хотите, работать будет то, что надо. О чем нам говорят цифры iPhone 7? Все то же самое, но с запасом на год-полтора. То есть, есть небольшой запас, это первый четырехъядерный смартфон от Apple, а как мы знаем, например, по опыту 5s, это был смартфон с первым 64-битным процом. Вот, как мы знаем по опыту этого аппарата, когда Apple внедряет какие-то серьезные инновации, то это большой шаг вперед, а значит актуальность этих аппаратов огромная просто. Поэтому я уверен в том, что 7-ка имеет запас даже больше, чем на год, чем 6s. Вот, и теперь реальный тест производительности под названием World of Tanks Blitz. Погнали! Итак, друзья, как видим, игруха уже загружена на седьмом яблоке. Мы идем в настройки, видим, что все выбрано по самому, по максимуму. Выбираем, примера ради. Давайте вот этот вот танк и поехали. Так, игрушка уже идет полным ходом. FPS 60, 59. Сейчас вот 59 в эту секунду. Пока что все очень красиво, динамично и так далее и тому подобное. 60 FPS. 59. Ну, оно и неудивительно, экшена пока нет. 60 FPS. 59. 60. Ух ты. А нас там кто-то сзади делает. Еще и как. Ого-го. 59 FPS у нас тем временем. Так, я так понял, что меня так надолго не хватит. FPS 59. Да дай хоть слинять, скотина ты. 58. Вот так вот. 59. 60. Так, там желающих меня заделать просто тьма. А там у нас что? Так, ну поехали. 59 FPS. 59 FPS. 59 FPS. Опять-таки 59 FPS. Хоть движение в кадре, хоть отбавляй. Так. Пока все ок. FPS опять-таки сейчас уже 60. 60. 60. Ох, ничего себе. О какой. На. FPS 59 тем временем. 59. 60. Да елки-моталки, блин. Стрелять не умеешь или где. Едем дальше. 60 FPS. Да. И я именно мастак. 58 FPS. Есть. 60. Так. Какие итоги после игры? Игровой процесс предельно приятен. Ничего нигде не лагает. Я с этим аппаратом общаюсь уже не первый день. И в данном вопросе он меня радует по полной программе. Так. Нагрев имеется. Традиционно. В районе. Яблочко чуть выше, ближе к камере. Но он не сильно критичный. Как бы все. Теперь пришла очередь iPhone 6s. Как мы видим, здесь не совсем мой аккаунт. Вот. Но, тем не менее, опять-таки идем в настройки. Все выбрано по максимуму. И как бы в бой. FPS у нас 60. 58. Микрофриз был. 58. Та что вы все меня толкаете. FPS 60. Пока все ок. FPS 60. Едем дальше. FPS все еще 60, если вам интересно. И не меняется до сих пор. Короче, приключения нас ждут за углом. Ну, окей. FPS 57. Вот так вот. Вот это поворот. FPS 59. Так. Ну, че? Че стоим-то, собственно? На. 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 На-на-на-на-на-на-на. FPS 56. Куда ты? Че ты делаешь? Человек. Есть. FPS 59. Ух ты какое. Ну, иди сюда. Ты еще и с подружкой. И подружка меня сделала FPS 58. Ну, если в двух словах, то все было очень неплохо. Я скажу вам откровенно. Я был удивлен фризами. Но, тем не менее. Пошпилил я меньше, чем на семерке. И поэтому, наверное, поэтому аппарат не так сильно разогрелся. Он едва ли теплый. Более чем уверен, что полчаса игры и температура сравняется. Ну, она и тут подрастет, и тут подрастет. Вот. Но раскаленными эти девайсы явно не станут. Во всяком случае, точно могу это сказать по семерке. Потому что я полчаса было дело играл беспрерывно на этом аппарате. И раскаленным он не становится. Более чем уверен, что тут нас ждет такая же ситуация. Парам-парам-пам. Ну, и теперь будем говорить об аккумуляторах. В данную секунду на iPhone 7 у нас 63% аккумулятора. На iPhone 6s 60. Я скажу вам честно и откровенно. Первую свою игру на iPhone 7 я вырезал. Вот. Потому что она прошла просто ужасно. Я поехал один. И не в ту степь. Вот, короче, немножко на этом смартфоне я поиграл больше. Вы этого просто не увидели. Вот. Тем не менее, эти аппараты едва ли не одновременно были сняты с зарядки и заряжены до 100%. После этого они вместе со мной пошли на прогулку на улицу делать фотографии. Мы только что на них параллельно прогоняли Antutu. Мы только что играли на них в танки. Ну, чуть-чуть больше я играл на 7. И при этом все равно у нас 63% заряда аккумулятора. А здесь 60%. О чем я говорю? О том, что либо процессор чуть более оптимизирован в 7 под энергопотребление. Вот. Либо как-то аккумулятор все-таки побольше сыграл свою роль. Потому что я напомню, что в 7 у нас аккумулятор на 1960 мАч. А в 6s на 1715 мАч. Возможно, эти 200 мАч как-то сыграли свою роль. Ну и, наверное, мы будем плавно переходить к выводам. Повторю. Цены. На данный момент iPhone 7 в Украине в среднем. Версия на 128 гигабайт стоит 1000 баксов. 6s на 128 гигабайт 740 долларов. Если вы не нуждаетесь во влагозащите, которая есть здесь. Если вам нужен 3.5 миниджек, которого здесь нет, а вот здесь вот есть. Если есть огромное желание сэкономить лишних денежек. И, например, как я уже сказал, прикупить на них аксессуаров элементарно. Если вам не нужна более интересная игровая производительность, которая есть вот здесь вот. Покупаем 6s и радуемся жизнью. Потому что он, как по мне, вообще нифига не отстал от современности. В игрушках он себя показывает хорошо. Камера, хоть мы и договорились, что у нас народный суд, я скажу, что она все равно очень-очень-очень неплохая. Я не буду говорить, где она лучше. Я просто скажу, что она очень-очень неплохая. По эргономике все идентично. 3.5 миниджек пропал, возможно, вы за этим скучаете. Влагозащита вам, допустим, нафиг не нужна. Собственно, в чем вы проигрываете? Разве что в том, что поддержка производителя все-таки будет дольше в семерке. Потому что это банально более свежая модель. В каком случае вам нужна семерка? Опять-таки начнем с влагозащиты. С более длительной поддержки производителем. С улучшенной камерой. Потому что тут есть оптическая стабилизация. В видео, которое очень сильно ощущается. Я вам скажу, опять-таки, наперед. Что еще? Более свежее железо. Которого вам банально на дольше хватит, если вы игроман. Ну и если вы хотите идти в ногу со временем. Вам нравится новый дизайн яблока. Вы готовы смириться с отсутствием 3.5 миниджек. Вы, в принципе, пользуетесь блютуз гарнитурами. Ну и как-то вот в таком вот роли. То есть, если вы просто пытаетесь идти в ногу со временем. Тем не менее, мое личное мнение. Оба девайса более чем достойны права на существование. Я не отказался бы ни от одного, ни от другого. Потому что я вам даже скажу по секрету. Когда к нам сегодня в офис зашел вот этот вот белый парень. Дмитрий Леонидович прослезились. И сказали, а почему же я не взял себе вот это. А взял SE. Но он как бы его взял, потому что он мечтал об эргономичном смартфоне. И сегодня сравнив их тактильно. Понял, что 6S в принципе тоже относительно компактный. И очень даже производительный. Даже на сегодняшний день. Вот как-то так. По аксессуарам эти аппараты абсолютно идентичны. Если мы говорим про какие-то автомобильные аксессуары. Или аксессуары связанные с Lightning. Эти аппараты играют в одинаковой условно плоскости. Если мы говорим про чехлы. Под это устройство их уже тьма. Под это устройство их скоро будет тьма. Потому что по факту едва ли не единственное, что нужно будет перенести. Это вырез под камеру. Вот как бы и все. На этом я в принципе планирую с вами прощаться. Но перед этим пожелаю вам хорошего настроения. Всего доброго. Остальной эрекции и как там дальше. Не забывайте, что в описании этого ролика есть ссылки на эти товары. В различных интернет-магазинах. В Украине, в России, в США. Может еще где-нибудь найдем. Обязательно оставим. Ссылочка на кэшбэк-сервис Letyshops.ru. Который в случае покупки айфона. Вам охренительно поможет сэкономить на этой самой покупке. И даже на сэкономленные деньги. Если вы даже возьмете более дорогой агрегат. Вы сможете прикупить кое-какие аксессуары. Потому что даже если кэшбэк будет 5-7%. Это условно 50 баксов за 50 баксов. Пленку и какой-никакой чехол. И какие-никакие наушники вы купите на раз-два. Это я вам говорю на личном опыте. Всем большое спасибо, что смотрели. Не забывайте отметить это видео лайком. Подписаться на наш канал. Улыбнуться. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok